У меня нет универсального ответа на вопрос, сколько же стоит роспись одежды, потому что каждый рисунок имеет свой сюжет, свою детализацию, свои размеры, и это все влияет на конечную стоимость изделия. Но не только сам рисунок влияет на цену, также влияет и вещь, на которую я делаю роспись. Например, если ткань белая, то здесь меньше работы и, соответственно, меньше цена. А на темных тканях и даже не очень темных, но ярких, мне нужно делать белую подложку. Если объяснять коротко, то подложка нужна для того, чтобы краски были такими же яркими, как и на белых тканях. Поэтому получается двойной объем работы. Сначала я делаю рисунок белой краской весь от начала до конца, а затем его же раскрашиваю цветом. Чуть проще, когда у рисунка есть определенная форма, круг, квадрат, прямоугольник, тогда там расписывать проще, нежели прорисовывать каждую деталь отдельно. Надеюсь, стало чуть более понятно, как же строится цена на росписи, я обязательно напишу об этом еще более подробный пост. А пока что пишите, как вам мой новый свитшот с ландышами и анючинами глаз.